здравствуйте еще раз у нас сегодня такой формат больше как беседа и вот прошло там какое-то количество времени мы вместе позанимались пообщались и мне интересно чтобы вы поделились именно вот тем опытом тем впечатлениям проведенным вместе что вы для себя вынесли из наших занятий кто может кто хочет вы имеете ввиду со всех занятий или да вы можете не только про меня говорить ну и как бы вообще 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 процента ну и как бы что ну и немного затронуть нашу деятельность но если говорить то в целом про занятия дату каждого специалиста как бы до свое не то что подход с каждым специалистом где какой-то свой коннект у ребенка происходит да допустим у вас то что он начал включаться да именно в процесс там рисования там лепки и так далее мне это очень понравилось и почувствовалось со временем то что ему это подходит то что он хочет этим заниматься вы сами обратили внимание на то что когда вы даете ему либо акварельку либо еще что-нибудь он прям входит вот в этот процесс вот то что мне понравилось то что он коннектится со временем да он входит в контакт со специалистом и что мне еще понравилось то что он с другими людьми начал контактировать со временем да но я говорю в частности про своего сына сейчас да начал играть с другими детьми со взрослыми да и вот вот это мне больше всего нравится то что он открывает для себя других людей вот как бы вот в этом в целом да последние лекции что говорили когда вот аркадий ребенок может все да особенно кто поменьше у меня сыну пять лет кто поменьше это даже не вопрос давать время давать терпение себе ему да что это все сделать да и вот как раз вот рисование или что-то там лепить не всегда помогать вот это моя ошибка могу сказать да что всегда хочется помочь что все что-то было быстрее но лучше дать время и тогда ребенок будет сам развиваться но у нас тоже самое мы много новых методик увидели особенно вот у аркадия то есть то что можно применить с ребенком вот особенно с нашим как относиться ко всем его проявлениям потому что мы тоже опекаем вот чересчур но вот конечно самостоятельности вот мы научились у аркадия вот он со своего опыта много рассказывал то есть будем теперь его так сказать постулаты вот в жизнь внедрять внедрять спасибо вам спасибо за обратную связь вот конечно же все что здесь происходит на самом деле это волшебство и я поскольку я уже как упоминал что у меня опыт работы с ребятишками то есть я вот со своих как бы с моих 16 лет фактически с ними там занимаюсь и я сейчас вот эти дети с которыми я занимался им сейчас уже там многим за 30 лет вот и я знаю какие ну что происходит даже при очень хорошей терапии там при очень хороших реабилитологах там и то что здесь происходит она меня очень очень удивляет даже если бы я пришел сюда и увидел что здесь какие-то там тяжелые предметы висят в воздухе это скорее всего меня бы меньше удивило чем то что я вижу и но это здорово конечно большая радость это видеть как дети раскрываются и раскрывается и мой сын вот и я всем вам благодарен что вы так любите своих детей вы приезжаете и вы их развиваете это можно сказать такое вот даже не индивидуальное такое общее дело то есть чем больше детей выйдет из аутизма тем больше у других начнется ну такой некой свободой понимания что это не приговор и есть есть перспективы и исходя вот из опыта еще хотелось бы такой момент проговорить есть такой термин да особенные дети да но я тоже его применяю но хотелось бы его как-то расшифровать немножко и посмотреть на него с разных сторон вот что касается россии то вот то с чем мы сталкиваемся это это как бы очень такая неудобная болезнь болезнь которые не любят говорить и и стараются скрыть и но как бы в обществе это осуждаем а в других культурах к этому относится немножко по-другому но у нас пока к сожалению вот так и особенность да и дело в том что я преподавал учила не только особенных детей но и обычных людей по специальности я художник скульптор я подготовил ну около ну человек 7 поступлению в академию в другие высшие художественные учебные заведения россии я могу вам сказать такую штуку что особенные все нет ни одного человека который не был бы не особенно у всех свои какие-то истории да и они требуют особенного подхода и если мы посмотрим но на то что происходит в жизни до обычные дети норма типичное которым мы там ну не знаю как вы но многие я думаю родители с ребятишками там прямо некая зависть такая блин почему вот мой ребенок вот не не такой как вася да вот там соседнего подъезда почему мой такое а вася вася вот такой классный мы на самом деле не знаем что будет с васей там через 10 лет там будет ли он такой же классный или он там пойдет по какому-то удивительному разрушительному пути да то есть вот и вот этот момент как бы зависти и не и непонимание за тоже ситуация как бы сливание энергии мы отдаем свою силу на то что завидуем какому-то вася не занимаемся счастье счастьем своего ребенка развития мы думаем блин вот если бы был вася никогда не будет наш ребенок вася он будет наш ребенок и он будет возможно даже более классным чем вася и у нас все шансы для этого до поэтому я хочу вам сегодня вот такую одну мысль передать что нет границы четко этот особенно этот не особенно все особенно просто у всех свои свой путь спасибо вам спасибо вам до свидания до спасибо вам спасибо вам